Всем здравствуйте! Это Олег Хапаев, вы на моем канале, тренер Хапаев. И я сейчас хочу уделить несколько слов и несколько минут времени для того, чтобы вы поняли, как проходит консультация на WhatsApp. Дело в том, что многие, некоторые из вас, не многие, а некоторые из вас, начинают сразу звонить по тому телефону, по которому я дал. Сразу хочу сказать, что я их не поднимаю. То есть сейчас уже советские времена прошли, и есть возможность просто написать предварительно, хотя бы узнать деликатно, что заняты вы, не заняты, удобно звонить, неудобно. Но и звонить не нужно. Нужно вам составить видеоматериал для того, чтобы я его посмотрел. Что должно входить в этот видеоматериал? Ходьба. На 10-15 метров вы должны пройтись, и я должен увидеть, как вы ходите. Сбоку, с разных боков, сзади, спереди, фронтально. Я должен посмотреть, как вы идете, то есть увидеть вот этот ваш дисбаланс в ходьбе. Вы должны сделать наклоны спереди, сзади, сбоку. Вы должны сделать приседания, то же самое, в полный рост. Вы должны поподнимать колени вертикально, стоя вверх, колени груди поприжимать. И вот сделать еще фотографии в полный рост, сбоку, сзади, спереди, для того, чтобы я увидел, желательно, женщины и мужчины делать это в шортах, в лосинах, в топике, чтобы можно было увидеть ваш позвоночник, чтобы можно было увидеть ваш пупок. Потому что это такие ориентиры, которые дают понимание, насколько у вас уже пошли искривления в позвоночнике или завалы плеча, как идут. То есть вот эти все нюансы я проанализирую, выпишу, потрачу на это время, сделаю анализ, законспектирую. И этот конспект я предоставлю вам после нашей беседы. После того, как все это будет готово, мы договоримся о времени нашей видеосвязи и уже по видеосвязи, по WhatsApp, где-то в районе от часа до полутора, я буду рассказывать вам вот о вашей, вот по каждой фотографии, по каждому видео, что я увидел, то, что не увидели вы. И исходя из этого, я вам буду показывать упражнения, которые необходимо вам делать на протяжении трех, четырех, до полугода, месяцев. Вы будете использовать эти упражнения для себя. Покажу, как массировать ноги, как заниматься растяжкой, как распределить эти нагрузки по дням, то есть сколько времени уделять растяжке, сколько времени уделять массажу и сколько времени уделять физическим нагрузкам. У вас будет полное представление о том, как и когда делать те или иные упражнения. То есть все, что у вас в голове сейчас идет вот такая полная сумятица, оно встанет, выложится все по полочкам и станет спокойным и ровным. Поэтому, если есть у вас желание, то обращайтесь, пишите, предоставляйте сразу материал, чтобы сто раз не повторять вот то, что я сейчас сказал в течение трех минут. Вот, в общем-то, и все. А так, в общем-то, подписывайтесь, будьте рядом, пишите свои комментарии, рассказывайте о своих болячках, делитесь опытом, что вам помогает выходить из такой трудной ситуации, как коксартроз. И мы будем читать, мы будем обмениваться впечатлениями, и чтобы все было у нас хорошо. Всем пока.